Дорогие друзья и ученики, мы продолжаем наш тренинг по мануальному массажу и специальной мануальной правке позвоночника, коррекции позвоночника. Сейчас мы перейдем к верхнему грудному отделу и шейному отделу, когда мы их правим вертикально. Это можно делать, в принципе, даже на пляже, дома. Но если после массажа, вы человека можете посадить на стол. В принципе, те же самые приемы, как стоя делается на полу, так и на столе. Сядь, пожалуйста, как на коня, ноги с двух сторон. Ногами он как бы держится, чтобы не было лишних разворотов. Значит, смотрите, первый прием – грудной отдел. Мы можем поставить, не, сам не делай, расслаблены. Но, прежде всего, так, говорите человеку, чтобы он полностью расслабился. Не напрягайся. Это не борьба, не борьба, не искусство. Руки как тряпочки вот висят. Теперь их держишь. Вот так вот. Лучше, параллельно. Мы берем под логотки, в такой замок, собственно, да, человек дышит и нагибаем его на себя. При этом помогаем ему подняться. И потом поддергиваем вверх. Тут важно, чтобы у вас был такой кивок на себя и вверх. Как одновременно. Вот так вот грудь мы как бы поднимаем. Потому что, смотрите, что происходит. Ребра, то есть с той стороны, мы давим на ребра, да, а позвоночник загибаем чуть вот так вперед. Получается, что мы, а ребра дойдут вниз, видите, от позвонков под 45 градусов. То есть мы давим на ребра снизу, растягивая задние и грудные позвонки. Понимаете, что получается? И то же самое можно сделать. Ну давай, поднимаем позвонки, где нужно, да, ниже, повыше, потом еще повыше. А руками, прямыми, вот, подплечьями, держу подплечья жестко, ниже, чем мой упор в моей груди сзади. Растянули человек. Если нужно растянуть побольше, вот верхний грудной отдел, да, вот тогда просим положить руки на шею, в замок стадоем, пониже, на шею, на шею все-таки. Держи, держи замок, побольше. Подмородком касаемся ключицы, вот, а вышедшие наши позвонки, вот, повернут, например, ротирован вправо, да, убираемся вправо коленом, именно в эти позвонки, и будем давить позвонок, весь позвоночник на себя, а под этот позвонок внутренним коленом. Потом будет такой вот удар, мобилизация. Ну, не удар, конечно. Так, локти вместе, вот, скрутили его спину, накатываем ее на себя. Вот, 2-3 позиции прошли, маневрировали тем, что вы можете менять угол наклона и подъем ноги за счет стопы. Далее, шейно-грудной переход. Оставляем руки так же, сейчас мобилизируем замок-замок, на шею, на шею. Мобилизируем его, но здесь хватаемся руками за руки, руки выносы вместе, вместе. Вот, вот, расслабились. Вот, человек повис на наших руках, в этом висит расслабленный, да? Раскачиваем его медленно на себя, несколько раз, боб, с поворотами чуть-чуть, еще раз на себя, почувствуем, что он расслабился. Нет, расслабился, расслабился. Не все сразу расслабляются. И после этого потянули и подъернули. Идет мобилизация, ну, примерно, 6-7 позвонка шейных и 1-2-3, вплоть до там, 4-5, верхних и 2-х позвонков. А чтобы нам было действовать теперь на верхней шейной позвонки, мы должны руки и переложить на череп. Тоже самый замок, что-то делаем на черепе. Большими пальцами, давайте чуть развернемся, тут не видно, вокруг черепа, под черепом, еще дальше. Вот так вот, схватаемся. Да, теперь мы его развернули вот так вот, потому что в шее лордоз мы должны его распрямить вот в эту сторону, по-обратному, да. И в этом случае мы руки захватываем теперь не за запястье, а прямо сверху на щелек, накладываем, чтобы было видно, вот. Только сами нет замок, а просто сверху. Не надо замок делать, просто сверху кладем, развернули человека назад, и грудной клеткой мы не упираемся. Еще сам. И теперь растянулся, расслабился. Да. Чтобы от сколиоза избавиться, лучше нам лопатки сводиться вместе. Сколиоз закреплен. Для этого все-таки в конце, всегда вот этих нобилизаций, еще раз проклопали, просмещали человека, расслабили его, и свели лопатки сзади, при этом просили посмотреть потолок. Если человек все-таки напрягается, попробуйте его подвесить за свое предплечье и приподнять. Человек держится коленями за стол. Вот. Так. Ну, можно встать. Фу. Перепозал просто. Да. У меня же так вообще, когда человек расслабленный, да, все делается быстро, буквально там пару минут занимает. Вот тоже самое можно стоя сделать. Расслабили ручки. Сами крутись, спина ровная. Боком-боком. 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 Нет. Включен камере. Боком. Вот. Смотрите по очереди. Сначала одной рукой. Мобилизируем на себя. Потом второй рукой для симметрии. Демонстрационно важно. Так. Замок. Ниже на шею. На шею. Под борцом касается ключицы. Хватаемся за запястье. И какого-то загребаем его на себя. Чуть-чуть. Чуть-чуть. На череп. Расправили. Большие пальцы схватили сверху. Руки раскрыли. И распрягались. У меня. Отдельные позвонки. Если нужно вставить, можно отключить ребра. Кстати, если сколиоз, то может делать... Помните, я вам говорил, у сколиоза есть, например, правосторонняя, то правосторонняя дуга реберная выпирает. То можно давить тогда неровно в позвоночник, да? А чуть-чуть сместившись вот эту дугу, как все реберную. Вот так вот мы помогаем избавиться от сколиоза. Так, распрямился? Да. Так, ну и стоя еще можно сделать дополнительное скручивание. А, вот этот прием, который я показывал с коленкой, да? На столе. Попробуем стоя сделать. Сейчас повернись к боку в камере. Захвати себя за шею сзади в замок. В замок. Не, не, на шею, на шею. Подборок мы касаемся ключицы. Локти вместе. Ну, насколько можно. Да, но расслабилось, расслабилось. И вот в эти верхние позвонки мы коленкой же не достанем, но мы можем упереться лбом. Подочнее, не лбом, а вот теменной частью, где косточки такие достаточно выпуклые, острые. Еще раз показываю. Берем за руки. Не в асистые отростки упираемся, а сбоку. Раз, два, три, четыре. То же самое. Стало что-то. Ну вот, постоянно хрустит и хрустит. То же самое удобно, в принципе, делать на полу, когда мы по-турецки сидим. Просто на полу у нас спиной. Пациент спиной ком. Так, ну и скручивание стоя будем показывать. Да, поясница, поясница. Да, давайте теперь поясницу. Встали. Прижал его плотно к себе. Вот после того, как мы растянули ему позвоночник, Рука осталась на месте. Ну, чуть-чуть ее только повернулись сюда-назад. Сами пошли сбоку и уперлись ему в ребра. Боковая поддержка такая. Противоположную коленку поднимай вверх. О-о-о. Да. Замажите сама. И стой. И теперь скручиваем поясницу. Посмотри в ту сторону. О-о-о. Красота. Хорошо, да? То есть, я скручиваю его об себя. Его таз прям поворачиваю по своему тазу. А за счет того, что ребра движутся, Моя грудная клетка в его грудную клетку входит, То его ребра широко раскручиваются в обратную сторону. Вот. Ну, для симметрии надо сделать с двух сторон. Это мы сейчас потренируемся, попробуем. Ну, а тот, кто к нам не пришел на тренинг, Тот это все смотрит зря. Потому что, ну, сами вы вряд ли сможете это все повторить. Пока мы вам здесь не поставим руки, Пока вы не попробуете все на практике. У нас суббубо практические занятия. С вами был Олег Калав Гудвин. До новых встреч, друзья.